Друзья, всем большой привет, на связи с вами Артём Витальевич. Сегодня я хочу с вами поговорить вот на какую тему. Что в итоге-то с досроком было на ЕГЭ? Ну то есть типа, что это такое? Это слив какой-то полный, я имею в виду слив с точки зрения сливаем всех 100 бальников или ЕГЭ действительно будет усложняться? Или не было на самом деле ничего сложного, а просто все затупили? В общем, сегодня будут небольшие мои размышления по поводу того, что произошло на досроке 2023. Смотрите, те, кто не в курсе, у нас тут относительно недавно, уже как получается месяц почти назад, прошел досрок по физике, пришли результаты баллов, и я не знаю ни одного преподавателя по физике, который получил бы сотку в этом году на досроке. Ну то есть кажется, что 100 бальников по физике в этом году очень мало. И в первую очередь из-за чего? В Москве и, получается, в западном регионе была задача очень интересная, да, вот, пожалуйста, условия задачи вы можете увидеть на экране, была задача, посвященная, соответственно, электрометру, электроскопу, где происходил процесс разрядки, а точнее, при каких-то условиях он происходит, а при каких-то условиях он не происходит. И у нас, собственно, возникал вопрос, да, а почему происходит разрядка, собственно, нашего прекрасного электрометра, и почему она не происходит. И многим снимали балл за то, что не написали один замечательный пункт. Воздух — это диэлектрик. То есть из-за того, что люди не прописывали фразу, что воздух — это диэлектрик, и поэтому разрядка не происходит, теряем баллы. Все, минус один балл, ну то есть типа за 2 четвертый номер получали там максимум, допустим, 2 балла. Можно ли это было как-то отапеллировать? Я пытался на апелляцию это сделать, вроде как другие преподаватели тоже это пытались сделать, и нет, они ничего не отапеллировали. И, естественно, я когда подавал на апелляцию, я понимал прекрасно, что у меня не получится ничего отапеллировать в 24 номере. Почему? Потому что в 24 номере есть конкретные какие-то ключи, критерии. То есть у эксперта, который проверяет, он проверяет не просто по своему настроению, друзья, он проверяет в соответствии с ключами, которыми указываются, что вот в этой задаче милый человек, который задает экзамен, он должен указать такое-то явление, такое-то, такое-то и такое-то. И если вы что-то из этого не указываете, к примеру, вы не указываете нигде, что воздух это диэлектрик, то по критериям вы получаете минус балл. Увы, так устроена система. Все, с этим ничего не поделать. В критерии чаще всего можно попасть. Но можно и не попасть, как видите. Ну, потому что, типа, воздух это диэлектрик. Ну, насколько это, не знаю, очевидно, что надо прописывать? Наверное, вот мне кажется, смотрите, наверное, если куча преподов, которые сдавали физику, не указали этот момент, то, наверное, для преподавателя это было не очевидно, что надо это прописывать. То есть все воспринимали этот факт как очевидный. Ну, окей, теперь будем знать, что эта штуковина является неочевидной, да? Как бы в рамках решения задачи, что это нужно прописывать. Спорный момент. Очень спорный, неоднозначный. Ну, то есть, как бы вот эта система с тем, что нужно угадать, ну, попасть в ключ, ну, такое себе. Потому что я знаю, что у меня было очень много учеников, которые, допустим, получали 99 баллов за экзамен, а не теряли именно балл в 24 номере, просто потому что, ну, не попадали в критерии. В 24 номере не требуется от вас писать прям супербольшое сочинение. Может не помочь, понимаете? То есть важно, что вот не было конкретно этой фразы. Другое дело, что когда вы видите задачу, вы можете, ну, вам будет казаться, что вы, в принципе, понимаете, что здесь происходит. Вот как мне. Мне казалось, что я понимаю, что там происходит, да? Ну, действительно, я понимал, что там происходит эта задача. Но я не подумал про этот воздух, то, что его нужно сказать, что это диалетрик. Все, и вы теряете балл. Минус, да? Где возникали еще проблемы, на самом деле, в досроке в этом? В досроке в этом возникала проблема у некоторых преподавателей с обоснованием. Это тоже отдельно очень интересный пункт по поводу того, что нужно делать в обосновании, что нужно прописывать. Там точно так же есть полный критерий, что вы должны указать, соответственно, ну, ключ, точнее, что вы должны указать в обосновании. Если чего-то не будет, к этому могут прикопаться, и потом на апелляции вы, собственно, это не отапеллируете никак. Так, в 25 номере, то есть у меня конкретно за ЕГЭ я получил 97 баллов, в 25 номере мне сняли тоже 1 балл, как и в 24 номере. Получается, мне сняли 2 первичных балла, в итоге суммарно у меня как раз потеря 2 первичных баллов, это 97 баллов. В 25 номере получилась очень интересная ситуация, мне сняли балл за недообоснованность, ну, точнее, за, скажем так, пропуск важных математических шагов. То есть, ну, условно, что я много как бы слишком сделал в уме. Это, на самом деле, был мой небольшой эксперимент. То есть, ну, это была новая задача для ЕГЭ, я ее увидел, и у меня вначале родилась первая идея решения этой задачи в голове. Я подумал, ну так, ну, можно ее так сделать, реализовать. Но я думаю, как-то сложновато, сложновато для 25 номера. То есть, такой, ну, блин, слишком как-то много всего расписывать. Я подумал, а давайте-ка проверим, сработает ли способ решения, когда мы попытаемся немножко укоротить запись, да, и сделаем как бы, ну, чуть-чуть попроще, что ли, или даже не то, что попроще, побыстрее. То есть, какие-то операции сделаем в уме. Как оказалось, не вышло, да, у меня сняли балл. И, естественно, там тоже не получилось стапеллировать, потому что у меня там была очень красивая фраза, то, что анализ как раз выходил из таблицы, ну, и мне сказали, собственно, по таблице не видно. Окей, мы проверили. То есть, я, точнее, проверил гипотезу того, что могут ли засчитать такое решение или нет. Причем, на самом деле, такое решение, действительно, его могут и засчитать. Все зависит от того, какие эксперты его будут проверять. То есть, какая пара экспертов вот вам попадется, конкретно вам при проверке. Понятно, что нужно прописывать так, чтобы даже самый плохой эксперт, ну, или, скажем так, самый придирчивый эксперт, которому он попадется, вам поставил полный балл. Вот в итоге, когда досрок прошел, что мы увидели, да, давайте, я уже делал обзор, на самом деле, по поводу этого досрока, но вот он какой-то особенно интересный. Здесь прям эту тему можно разгонять-разгонять. Значит, что интересного в досроке мы увидели? Какие хорошие моменты есть и какие, собственно, моменты есть плохие, над которыми стоит задуматься? Ну, или, скажем так, моменты плохие для вас, да, с точки зрения сдающих в основную волну, вот о чем стоит задуматься. Первое, друзья, мы увидели, что в вариантах много давали задач прошлых лет. Много было новых задач, но было много задач прошлых лет. Поэтому я настоятельно, я каждый раз говорю о том, что решайте задачи прошлых лет, отрешивайте вот сейчас в последнее время. Это прям самое актуальное, что нужно делать там за последний месяц, допустим. Значит, решаем задачи прошлых лет, и это хорошая новость. Много было стареньких задач, особенно в варианте, который был там Сибирь и Дальний Восток. Там прям действительно, ну, он почти весь состоял из ЕГЭ прошлых лет. А вот в варианте московском много было интересных новых задач. И это, конечно, ну, проблемка. Вторая проблема с чем, конечно, связана? Ну, как были проверены, получается, работы? Посмотрите, нет ни одной сотки. Ну, наверное, это о чем-то говорит. На самом деле, это должно, не то чтобы вас напугать, друзья, вы должны просто себя морально подготовить к тому, что на самом деле, когда вот ты получишь 95, 97 или 99, или, дай бог, соточку, считай, что это все единое. Это все 100 баллов. То есть, на самом деле, любой чел, который получает на ЕГЭ по физике 95 плюс баллов, ну, если вы получаете это не за то, что вы там, точнее, потеря баллов произошла не из-за того, что вы не смогли решить какую-то задачу, а просто потеря баллов вот где-то там по одному баллу, там где-то по невнимательности, то можете считать, что, ну, вы красавчик, да, или красавица, вы получили соточку свою. Да, пусть это будет не идеальная сотка, такая округленная, но на самом деле, это всегда действительно нужно расценивать именно так, что если вы получаете 95 плюс, считайте, что это сотка. Важно еще помнить вот о чем, да, то есть, ну, действительно сотку получить сложно, нужно сделать прям идеально все, и самое важное, нужно упасть в критерий. Вроде бы расписывал, расписывал, видите, вот в 24 номере не попал в критерий, не получилось. Не повезло, не фартануло, да, оступился, как говорится. Стоит ли говорить о том, что, ну, странные критерии, типа, в 24 номере? Если честно, если честно, то в каком-то смысле да. Если в своем варианте я, допустим, еще, ну, с таким, типа, полунатягом, я могу поверить, ну, у меня действительно задача была именно про процесс ионизации воздуха, да, и там в обоих случаях, по сути дела, там был первый эффект, то, что мы освещали электрометр наш замечательный, соответственно, лампами накаливания, в другом случае свечу подносили, и там не происходил, ни в том, ни в другом случае не происходил фотоэффект. Окей, фотоэффекта нет, соответственно, надо объяснить, почему происходит разрядка. Разрядка происходит из-за ионизации воздуха, и воздух становится проводником. А получается, как бы, до этого он не был проводником, то есть до этого он был диэлектриком. И то есть, в принципе, то, что этот пункт надо указать, ну, вроде звучит как-то, наверное, более-менее логично. Но знаете, что меня больше всего поразило? То, что у одного из преподавателей была задача, ну, почти такая же, только там в одном из случаев происходил фотоэффект, и там точно так же в критериях нужно было все равно прописать, что воздух – это диэлектрик. А вот тут, если честно, мой мозг уже немножечко взорвался. Потому что, увидев вот эту задачу, а это такая, у него попалась ровно та задача, которую там давали, ну, в открытом варианте 21-го года. То есть, это условный досрок, которого не было в 21-м году. И вот фокус в том, что вот тут ты смотришь на задачу, и там ты точно вообще читаешь, ну, у тебя явно, типа, в одном случае фотоэффект происходит, во втором – нет. И ты, как бы, просто описываешь через явление фотоэффекта. Ты вообще не задумываешься о том, что тебе нужно указать, что воздух – это диэлектрик. А на самом деле, получается, тебе нужно, помимо того, что сказать, что фотоэффект там не происходит в первом случае, а во втором происходит, тебе нужно еще указать, что воздух является диэлектриком. И поэтому не происходят разрядки электрометра. Вот это, конечно, меня, если честно, прям поразило. Даже не то, что поразило, но удивило. Меня это действительно удивило, потому что, а какие еще нам нужны вещи тогда очевидные прописывать? Ну, то есть, не стоит паниковать, друзья. Очень часто в 24 номерах дают какие-то задачи прошлых лет, которым известны уже, в принципе, критерии, известно, что прописывать. Единственное, данный досрок показал о том, что когда вы спрашиваете, Артем Витальевич, а вот, ну, прописывать, вот как вы прописываете все прям вот очень подробно, нужно? Да, друзья, как видите, нужно. Пытаясь сократить какие-то мысли, или если вы что-то упускаете, для вас кажущееся очевидное, можете потерять баллы. Единственное, единственное, не стоит сильно из-за этого паниковать, да, еще раз, друзья, не стоит из-за этого паниковать, потому что сейчас после досрока может возникнуть ощущение, что, блин, оказывается вообще ничего не очевидное, нужно прям прописывать все-все-все-все-все. Естественно, если вы будете прописывать, друзья, все, вы тогда, ну, вам, блин, я не знаю, сколько, и 20 листов не хватит, да, чтобы решить весь ЕГЭ, вам времени не хватит. Поэтому не надо паниковать, просто для себя сделайте какие-то небольшие выводы, не надо менять сильно там стиль своего оформления. Опять же, важно помнить, друзья, то, что, ну, эксперты бывают разные. По поводу конкретно 24-й задачи, ну, все, вот тут типа есть ключ. Мы ключ, к сожалению, да, когда мы пишем экзамен, мы его не видим заранее. Поэтому мы не знаем, что от нас именно потребует в объяснении задачи, хватит ли этого объяснения. Поэтому по 24-й задачи, ну, окей, это просто лотерея, друзья. Во всех, в принципе, остальных задачах, да, старайтесь расписывать как бы чуть подробнее, чем, может быть, вы привыкли, но не надо делать это чересчур прям подробно. В любом случае, как сказать, лучше все решенные задачи, но где-то, возможно, вы в них потеряете баллы, нежели чем две идеально там или три идеально оформленные задачи, за которые вы получите полный балл, но остальные задачи не будут решены. Вот следите именно за этим, друзья, попробуйте сейчас написать несколько пробников и посмотрите, успеваете ли вы оформлять задачи. Не гонитесь за идеальным оформлением, это не так на самом деле важно. Да, это важно, это важно, чтобы получить соточку, но еще раз, да, на самом деле получить хороший высокий балл можно и без идеального оформления. Поэтому не гонитесь за идеальным оформлением, это не так важно. Все будет хорошо, и я верю, что у вас будут классные топовые проверяющие, которые вам не за какие-то мелочи не будут снимать и будут считать, что ваши все шаги, они математически и физически обоснованы. Друзья, все будет хорошо. На этом у меня на сегодня все. С вами Бертин Тарич, подписываемся на канал и ставим лайк. До новых встреч, увидимся в новых роликах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok